Работа для людей с ограниченными возможностями здоровья найдется. Вопрос лишь в том, не откажется ли потом сам работодатель. В рамках декады инвалидов в городе прошла специализированная ярмарка вакансий. Более 10 предприятий и работодателей нашли, что предложить челнинским инвалидам, состоящим на учете в Центре занятости. Более 100 вакансий. Среди них врач, экономист, официант, дворник, швея, кондуктор, дизайнер и другие. Несмотря на такое разнообразие предложений, проблема трудоустройства инвалидов остается нерешенной. Даже совершенно здоровые при поиске подходящего места сталкиваются с трудностями, а тут ситуация сложнее. Например, Галина Шемелина уже год не может найти работу. Работала на заводе. В связи с заболеванием меня уволили, сказали, что нет вакансий. И вот ищу работу, состою в Центре занятости населения. Мне предоставили две работы, я сходила, меня директор даже не посмотрел вот эти справки. Сказал, я, говорит, не медработник, что, говорит, мне здесь приходите. В общем, на нас даже и не смотрят. На сегодняшний день на учете в Центре занятости стоят почти 2500 челнинцев, и около 400 из них – люди с ограниченными возможностями. О существующей проблеме с поиском работы для них говорят и сами специалисты по трудоустройству. Хотелось бы, чтобы работодатели как-то переломили, пересмотрели свои взгляды, свое мышление, поскольку они и так ущемлены, и трудоустройство им бывает очень-очень тяжело. И разговаривать с работодателем, уговаривать их приходится для того, чтобы вошли в их жизненную ситуацию инвалидов и помогли им в трудоустройстве. У нас была ситуация, человек устроился на работу, ЭПР-ку, вернее, не показал, что инвалид не сказал, ЭПР-ку не показал. Потом, когда выяснилось, что человек на инвалидности принес ЭПР-ку, пришлось с ним расстаться. А так у нас есть инвалиды, работают и работают на общих основаниях. Бывает, что деятельность фирмы практически полностью связана с тяжелым физическим трудом, который не подходит гражданам с ограниченными возможностями здоровья. И, как показывает практика, такие предприятия не торопятся принимать к себе инвалидов, хотя многие из них обязаны это делать по закону, согласно установленным квотам. Вот и на сегодняшней ярмарке вакансии из 150 пришедших направления получили лишь 8 человек. Ландыш Капранов, Андрей Баслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.